Ну теперь к первой теме выпуска. Представители Дом РФ, Минвостокразвития России и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на прошлой неделе обсудили ключевые направления развития жилищного строительства на территории Дальневосточного федерального округа. Согласно национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года предусмотрено обеспечение граждан доступным жильем. Объем застройки 2024 должен вырасти более чем в полтора раза. С начала этого года на Дальнем Востоке начали возводить около полутора миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитию рынка жилищного строительства в округе также способствуют льготные ипотечные программы. Ими в ДФО уже воспользовались более 40 тысяч семей. Программу «Дальневосточная ипотека» запустили в России в позапрошлом году. Оно подразумевает выдачу кредитов по 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Тем обсудим вместе с нашим гостем на студии Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития Хабаровского края. Доброе утро. Дмитрий Викторович, доброе утро. Позволь, Илья, задам этот вопрос я. Кто может стать участником Дальневосточной ипотеки? Ответ многим известен, но давайте повторим. Участниками Дальневосточной ипотеки могут быть граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, состоящие в браке. Либо в возрасте до 35 лет, не состоящие в браке, но имеющие детей. То есть мы называем неполной семьей. И еще две категории, которые без ограничения возраста. Это получатели, владельцы Дальневосточных и Гектаров. И совершенно недавно было введено новшество. Это участники региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Вот четыре категории. А вот про этих участников. Это что за категория граждан? Нужно немножко подробнее про мобильные трудовые ресурсы? Достаточно давно в крае существует программа повышения мобильности трудовых ресурсов, согласно которой работодатель в случае привлечения работников из других регионов страны получает до 1 миллиона рублей из федерального бюджета на обустройство рабочего места. К сожалению, работнику здесь ничего не перепадает. Он только лишь имеет возможность на новом предприятии применить свои знания, опыт, умения и прочее. Видимо, в расчете на какую-то более конкурентную заработную плату, нежели в другом месте, где он жил. Но на сегодняшний день, с начала этого года, 78 человек уже переехало из 66 регионов страны. Что интересно. Специальности самые разные. От исполнительного директора до слесаря-судосборщика, агрономы, инженерные специальности, вторые пилоты. То есть такой достаточно широкий перечень. Там не узкая равновесие. Нужно быть прям дальневосточником. То есть, я так понимаю, обязательно регистрация на территории дальневосточного федерального округа для того, чтобы быть участником ипотеки дальневосточной или нет? Это вот одно из таких главных, наверное, заблуждений о том, что нужно иметь прописку на Дальнем Востоке, а потом уже иметь право или воспользоваться дальневосточной ипотекой. Нет. Регистрацию можно иметь в любом регионе страны, а вот жилье приобретаемое, конечно же, должно быть только на Дальнем Востоке. Обязательно. Ну а как вообще происходит после вступления в право собственности? Какой срок нужно зарегистрироваться в новом жилье? Вот этот нюанс тоже не всем известен. С момента приобретения жилья в собственность по ипотеке нужно зарегистрироваться в нем в течение 270 дней. И далее. Так как программа направлена на закрепление здесь населения, то ее условия предусмотрено, что не менее чем 5 лет человек должен быть зарегистрирован вот в этом приобретенном жилье. В случае, если он выписывается раньше, уезжает в другой регион, то банки имеют право пересмотреть условия выданных кредитов, то есть вернуть коммерческую ставку. Ну а вот некоммерческая ставка, давайте об условиях Дальневосточной ипотеки. Какая ставка, какая сумма, сколько лет? Ставка стандартная 2% до 20 лет, то есть 240 месяцев. Супруги должны выступать обязательно со заемщиками. Первоначальный взнос минимум 15%. Максимальная сумма 6 миллионов рублей. Исходя из статистики уже выданных кредитов, подтверждается величина в 3 миллиона 976 тысяч рублей на один выданный кредит. И, к сожалению, эта величина постепенно растет. И это обусловлено тем, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья, она, к сожалению, повышается. Сколько раз в жизни человек может воспользоваться Дальневосточной ипотекой, семья? Ответ простой, один раз. Только одноразовая контакция. Один раз. Вот в этом году были корректировки по поводу того, кто может стать участником Дальневосточной ипотеки. Давайте еще раз поподробнее поговорим об этом. Мы обсудили там трудовых мигрантов. Кто еще добавился? Еще добавился рынок моногородов. Это в нашем крае Чикдамын и Эльбан. Вне зависимости на первичном или вторичном рынке жилья приобретается жилье. То есть государство предположило следующий шаг в развитии Дальневосточной ипотеки. И в моногородах разрешили то и другое жилье приобретать. По той причине, что в моногородах наиболее сложная трудовая ситуация с точки зрения обеспечения рабочими местами, но и условиями проживания, это наиболее сложные в экономическом развитии регионы. У нас таких два, а, например, в Приморье 14 представителей. Вот, кстати, по поводу участников программы Дальневосточный гектар. Там нет ограничений по возрасту. Нет, я об этом и говорил. Вот это что радостно и примечательно. То есть, получается, если у человека есть Дальневосточный гектар, какой-то квадрат земли, и он хочет построить там свой дом, вот на это он может получить Дальневосточную ипотеку, верно? Совершенно верно, потому что условиями предоставления Дальневосточной ипотеки является приобретение жилья на первичном рынке, то есть строящееся жилье, либо уже построенное, но еще не проходившее перерегистрацию, то есть продажи, и индивидуальное жилищное строительство. А там есть какой-то одобренный список застройщиков, которые, получается, с нуля возводят с фундамента вот это жилье, или нет, или это можно по выбору участника? В каждом банке этот вопрос отрегулирован по-разному. Конечно же, чаще всего это идет через аккредитацию так называемых застройщиков при банке, выдающем кредиты, принимающем решения, потому что невозможно решить строить дом, найти какого-либо застройщика, который, скажем так, неизвестен банку, должен быть предодобрен, известен, иметь определенный опыт уже строительства, для того чтобы снизить те риски, которые существуют на рынке индивидуального жилищного строительства. Ну, то есть это решается уже непосредственно с каждым индивидуальным банком, да, то есть с ними можно поговорить об этом. По дальневосточной ипотеке вообще сегодня какие категории жилья можно приобретать? Ну, то, о чем я и сказал, строющее себя жилье, первичный рынок, вторичный рынок в случае, если это жилье находится в сельской местности, вот очень большое, скажем так, послабление или решение, которое было принято достаточно недавно, ну и моногорода. Люда начинала с этого вопроса, говорит, Илья, давай я спрошу, я задам свой вопрос. Есть ли планы расширения границ по возрасту для дальневосточников? Мы, правительство Хабаровского края, Министерство экономического развития, неоднократно поддавали предложение Министерства по развитию Дальнего Востока с двумя такими основными разделами. Первое, увеличить возраст потенциальных заемщиков до 44 лет, хотя бы обосновывая тем, что это граница, обозначенная Всемирной организацией здравоохранения, то есть молодежь до 44. И второе, про рефинансирование, потому что, на наш взгляд, несколько некорректным, что ли, является ситуация, когда молодые семьи, например, ранее получившие ипотеку по коммерческим условиям, ставкам 8, 7, 9, 10, куда больше процентов. 11. 11 есть, и есть даже больше, к сожалению. Не имеют возможности перекредитоваться, потому что федеральными условиями эта возможность закрыта, то есть перекредитовка невозможна, рефинансирование не осуществляется. И, на наш взгляд, совершенно логичным было бы дать единожды возможность молодым семьям перекредитоваться по ставку 2%. Но есть же еще одно обстоятельство. Те заемщики, которые являются наиболее интересными с точки зрения своей минимальной предельной долговой нагрузки, высоких уровней дохода, наличие другого жилья, безупречной кредитной истории, тем же банки еще больше с ним снижают ставку. И, извиняюсь, не имею права называть, но один из банков, например, дает ставку 0,1% на весь срок кредитования, представляете? Ну, это практически на грани нуля, а с учетом инфляции, которая сейчас достаточно высока, на весь период кредитования приобретаешь жилье за почти бесплатные деньги, извините, за такое неэкономическое сравнение. Дмитрий Викторович, спасибо большое. В любом случае, нужно понимать, что дальневосточная ипотека это очень еще молодая программа, но уже эффективно работающая, и какие изменения нас еще ждут впереди, ну, будем надеяться, что только позитивные. У нас в гостях был Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития Хабаровского края.